МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Наши авторы рассказывают о событиях рязанской жизни. Главные темы сегодняшнего выпуска таковы. Там бьют, здесь митингуют, украинские националисты воюют с прессой, россияне празднуют Крымскую победу. А у нас во дворе с приходом весны в рязанских дворах начала проступать грязная правда жизни. Из России не уеду. Призер Сочинской Олимпиады Илья Черноусов поделился с рязанцами планами на будущее. А теперь обо всем подробнее. Самым популярным в интернете становится видео, где увесистые националисты лупцуют руководителя национальной телерадиокомпании Украины Александра Пантелеймонова. Бьют теленачальника прямо в его кабинете, перед камерой, немало не стесняясь и не боясь ответственности. Здесь вам и тычки в лицо, и мат, и прямые угрозы. Короче говоря, весь набор методов от активистов Майдана. Вся вина в кавычках руководителя состоит в том, что он санкционировал трансляцию подписания акта о принятии Крыма в состав России. Понятно, что исходя из профессиональных соображений, обойти такое событие стороной журналисты, национальной кампании попросту не могли, да и морального права не имели. Но у партии «Свобода» свои понятия о той же «свободе». Бей того, кто не по нраву, да и все тут. Как не посочувствовать коллегам-украинцам, которые вынуждены работать при такой вот свободе? Пока в Украине политические хулиганы вьют своих же телевизионщиков, в Крыму и России радуются историческому событию – воссоединению полуострова со своей истинной родиной. Теперь мы одна страна. Об этом говорили на новых митингах в поддержку Крымской Победы. Вчера вечером митинг проходил и в Рязани, на площади Победы. Поддержать решение жителей Крыма пришли представители районов области, лидеры политических партий, студенты, школьники и просто неравнодушные граждане. Всего же, по данным полиции, на площади Победы пришло около 4 тысяч человек. Этот исторический момент навсегда войдет в историю нашего великого государства. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Для жителей нашей страны эти крымские дни стали настоящим праздником. Впервые за долгие годы страна проявила себя великой державой, взявшей под защиту соотечественников, невзирая на потоги соседей по Европе из-за океанских критиков, сорвать присоединение полуострова к России. Что же касается санкций в отношении нашего государства, то их, похоже, всерьез уже не принимают и сами западные политики. Неприятно, конечно, слышать, как пытаются лязгать оружием украинские националисты, но тут уж ничего не поделаешь. Такова сейчас там свобода, народ в Украине. Похоже, уже разобрался, кто взорвал покой и мирное развитие в стране после Майдана. Еще одно любопытное видео заставило размышлять интернет-народ на тему, что бы это значило. Одна из телекомпаний Сочи запустила ролик, который вскоре возник и в сети. Тема его вроде бы такова. Закончились олимпийские праздники, ветер снова носит мусор по улицам, билборды и плакаты игр лежат на земле. То есть все, пришла проза жизни, игрушки с елки убраны, остались увядшие иголки да пыль. Так засучим же, братья, рукава, да и уберем из города весь мусор. Несложный смысл, но все эти почему-то обветшалые конструкции, грязючка, уныние, видео какое-то удручающее, хотя и под красивую музыку. Ну да ладно, бог с ней, стилистика и сочинских телевизионщиков, однако пора уборок, конечно же, пришла. На заседание регионального правительства рязанский губернатор призвал руководителей муниципалитетов навести чистоту на улицах подведомственных городов и поселков. Снег сошел, обнажился весь мусор, скопившийся за зиму. Честно говоря, ну вот на обочину дорог, ну просто смотреть, страшно, неприятно, сплошной мусор, особенно в местах примыкания дорог, на автобусных остановках. Ну, есть дорожно-строительные организации, которые обслуживают это. Вот, понимаете, я уменьшал деньги на обслуживание и буду уменьшать, потому что никто все равно ничего не делает, деньги получает. Поэтому я прошу всех глав муниципальных образований, региональный Минтранс, профильные службы, не затягивая организовать работы по приведению в порядок обученных долях до дорог и начать убирать сами населенные пункты. Улицы, скверы, площади, дворы активно начать заниматься этой темой. Рязань в порядок стали приводить еще до коварного мартовского снежка. Сейчас работы продолжаются, однако с началом весны увеличилось и число петиций горожан, направляемых как во власть, так и в прессу. Почему-то не особо пока доверяет народ способности своих близколежащих управляющих компаний эффективно решать вопросы чистоты и порядка. Продолжая тему, Оксана Тебенихина. Эти некогда зеленые лужайки, которые находятся недалеко от дома номер 40 по улице Новоселов, сегодня очень трудно узнать. Сплошное подмершее грязное месиво. Отсутствие парковочных мест сыграло с автовладельцами злую шутку. Если сейчас минусовая температура со своими обязанностями справляется на ура, то можно быть уверенными, что стоит весеннему солнцу подтопить чуть сильнее, а это будет вот-вот. Грязь из-под колес машин польется прямиком на тротуары. Об этом, кстати, говорят не только природные факты, но и жители района. Все зеленые зоны полностью заставлены машинами. Грязь от машин идет на дорогу, на основную дорогу. Тротуара у нас там нету. Уже ходить нельзя. Дорога вообще вся выбитая, с ямами. Сегодня же чисто, а так здесь вот такое безобразие, что просто ужас. Мы вообще-то уже к депутату обращались, чтобы нам здесь помогли сделать ограждение. Но нам вроде как-то обещали перед выборами, а потом все заглохло. И говорят, что вроде бы нельзя сейчас. Вот мы уже повторно обращались, в дом управления обращались. Нам говорят, вроде бы нельзя проводить ограждение. Вот здесь площадь очень маленькая. И от машины от этих прям деваться некуда. Я говорю, вот тут уже детская площадка. В глубине дворов та же ситуация, что и вдоль проезжей части. Осложняется она лишь тем, что паркуются здесь зачастую непосредственно на детских площадках. Изуродованная колесами машин зеленая зона смотрится, мягко говоря, неэстетично, удручающе. Но если поставить оградки, то одна проблема сменится другой. Вместо вечно размазанной грязи появится страшная неразбериха, связанная с нехваткой парковочных мест. Тут, как показывает практика, и до драки недалеко. Замкнутый круг. Ни жизни пешеходам, ни комфорта водителям, ни площадок детям. Так и живем. Еще про экологию и природу. На этой неделе стало известно, что рязанскому мэру Виталию Артемову рекомендовано направить в Гордуму проект изменений в правила землепользования и застройки относительно поймы Трубежа, Павловки и Плетенки на Московском шоссе. Решение, напомним, принято по итогам состоявшихся публичных слушаний. Проект застройки поймы в центре внимания сегодняшнего выпуска программы подробностей. В нашей студии ждем Александра Захарова, представителя организации, владеющих земельными участками в пойме. Герои возвращаются. Российские олимпийцы проводят встречи с общественностью, поддерживая победно-спортивный дух в населении. Еще бы, выиграли зимнюю. Блестяще победили на паралимпийских играх. Сочи стал городом спортивной славы. Тут еще и политическая крымская победа. Всплеск патриотизма в России велик, а потому олимпийцев встречают как воинов от спорта. Вчера в Рязани прошла встреча с лыжником Ильей Черноусовым, олимпийским призером Сочи. С отчетом о ней Глеб Галушкин. На встречу со спортсменами-олимпийцами пришли юные рязанские лыжники, школьники, студенты, а также ветераны спорта. Большинство вопросов, конечно, задавали бронзовому призеру Сочинской Олимпиады в гонке на 50 километров свободным стилем Илье Черноусову. В начале беседы он рассказал ребятам, что сам родом из Новосибирска. В детстве занимался спортивной гимнастикой, но затем пришел в лыжную секцию и с 15-летнего возраста начал выступать профессионально. Далее Илья Черноусов рассказал, что весьма доволен своим выступлением на Олимпиаде. Несмотря на неудачное начало соревнований, в своей последней гонке он выложился полностью и все-таки сумел завоевать бронзовую награду. Я думаю, мне особо объяснять не нужно. Олимпийская медаль – это всегда высокое достижение. Это очень многое значение в жизни любого спортсмена и также и для меня. Но так как это только бронза, то, естественно, есть к чему и стремиться. И с точки зрения того, что у меня есть медаль, я очень рад. С точки зрения спортсмена я не совсем этим удовлетворен. Я знал, что у меня были возможности и шансы бороться за большее. Навстречу Олимпийцу задавали и не самые гладкие вопросы. Например, о смене гражданства. Илья Черноусов сказал, что слышит об этом второй раз в жизни. Напомним, слухи возникли, как выяснили журналисты, из-за романтических отношений Черноусова со швейцарской биатлонисткой Селиной Гаспарин. Но спортсмен сразу заявил, что о своей личной жизни распространяться не намерен и переезжать в Европу не собирается. Я не общаюсь на темы личной жизни публично, поэтому я не буду никак комментировать это. То есть, если ты подготовился, читал в прессе, ты можешь, наверное, найти эту информацию для себя там. От меня все вопросы касательно спорта я готов ответить на любой. И все, что касается остального личной жизни, здесь могу сразу сказать, даже не стоит задавать заранее. Также Илья Черноусов сообщил, что не собирается отказываться от дальнейшего сотрудничества с Рязанской областью. Спортсмен заявил, что Рязайн для него теперь практически родной город. Олимпийцы поблагодарили своих болельщиков за поддержку и заверили, что они постараются и далее достойно выступать и представлять Рязанский край на соревнованиях. После более чем часа общения рязанские ребята еще долго не отпускали спортсменов-олимпийцев. Все хотели сделать памятные фотографии и получить автографы от именитых лыжников. Ну а сегодня в столице области прошла еще одна олимпийская встреча. Ее главными героями стали юные рязанцы, без которых не смогли обойтись организаторы триумфальной паралимпиады. Подробности у Натальи Новиковой. Сегодня в актовом зале Музея истории молодежного движения состоялась встреча с самыми юными факелоносцами из тафеты паралимпийского огня в Сочи и детьми с ограниченными возможностями здоровья, участниками паралимпийских игр. В декабре 2013 года благотворительный фонд помощи детям детские домики провел конкурс «Спорт в моей жизни». Участники готовили эссе и презентации о любимом виде спорта. Победители конкурса получили возможность посетить паралимпийские игры и стать зрителями церемонии открытия. А одному из победителей Сергею Денисову выпала честь принять участие в эстафете паралимпийского огня и пронести факел по городу Сочи. Не помешала ему в этом даже сломанная нога. Всего-то каких-то 200 метров, но они были самыми запоминающими для меня. Ребята делились своими впечатлениями от поездки, рассказали о встречах со спортсменами-паралимпийцами, об атмосфере спортивного праздника и о том, что нет границ для тех, кто стремится к мечте, не сдается и идет вперед. Сегодня рязанские наркополицейские провели акцию по стиранию с лица домов надписей, повествующих о том, где можно разжиться курительными смесями и прочей вредоносной дрянью. Война самодельным объявлением отныне будет активизирована за счет добровольческих пополнений. Вместе с офицерами наркоконтроля в борьбу с распространителями вступили волонтеры. Уничтожал наркорекламу сегодня и Глеб Галушкин. Подобные надписи на фасадах сейчас можно заметить в любой части областного центра. По сути, это рекламное объявление о продаже синтетических наркотиков. Как говорят сотрудники УФСКН, курительные смеси намного дешевле марихуаны и потому пользуются популярностью у студентов или даже старших школьников. Недавно добровольцы совместно с наркополицейскими начали проводить совместные рейды и удалять эти нехорошие объявления с фасадов домов. Данная акция проводится уже давно и, собственно, представителями группы «Стоп наркотик». Но мы решили эту акцию умодернизировать, то есть систематизировать наши действия, закрашивание надписей с рекламой наркотических средств будут проводиться раз в месяц. И через какое-то время будем проверять, появляются эти надписи или нет, и устранять их. Ну, то есть без контроля мы эту ситуацию расставлять не будем. Не секрет, что чаще всего целевой аудиторией становится для распространения таких веществ именно молодежь. Если проанализировать ситуацию с нанесением таких предложений, то они чаще всего размещаются недалеко от высших учебных заведений, мест компактного проведения досуга молодежи. Ну, как мы сегодня и видим все. Естественно, что в нашем городе существуют здоровые силы среди молодежных общественных организаций, готовых заниматься на добровольческой основе такой работой. И сегодня, как я сказал, мы проводим очередную акцию под названием «Чистые стены». Авторов подобных надписей могут привлечь к ответственности как за вандализм, так и за незаконный оборот наркотиков. Еще, по словам полицейских, за телефонными номерами могут скрываться обычные мошенники, которые просят положить на телефон определенную сумму денег, а затем просто исчезают. Волонтеры совместно с полицейскими планируют и в дальнейшем выходить на улицы и закрашивать рекламу спайса и других курительных смесей. Такими увидели сегодняшний день наши авторы, такими представили отчеты о событиях ближайшего прошлого. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как всегда, в эфире программы «Время говорить». Хорошего всем вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова